Добрый день! Мы находимся в стенах научной областной библиотеки в отделе искусства. И сегодняшний наш мастер-класс посвящен творчеству мексиканской художницы Фриде Калу. У нас на столе представлены книги, которые есть в фондах нашей библиотеки. И сегодня, я надеюсь, что мастер-класс выйдет как раз 6 июля. Это день рождения Фриды Калу. Она родилась в 1907 году. И сегодня я вам немного о ней расскажу. А для начала скажу, что я буду параллельно вести мастер-класс и рассказывать о ней некоторые интересные факты. Для мастер-класса вам понадобятся акриловые краски, кисти, вода. В моем случае я буду рисовать на старой пластинке. Если у вас такой нет, то вы можете заменить ее плотным картоном, вырезанным по кругу. Я начну мастер-класс, начну рисовать и буду рассказывать. Фриде Калу известна своими автопортретами. Именно поэтому сегодня мы будем как раз рисовать ее портрет. Для того, чтобы в некоторой степени подчеркнуть дань уважения этой художнице. Вообще художница, в принципе, это очень редкое понятие для такой профессии, как художник. О художницах мы слышим намного реже, чем о художниках. Поэтому Фриде Калу может считаться буквально явлением. Не на одной из своих работ Фрида не улыбается. Она всегда серьезная. С пронизительным выражением черных глаз. Темными бровями. Все это связано с тем, что в ее жизни довольно много было боли. К великому сожалению. Но нельзя сказать, что к сожалению. Потому что иначе, возможно, она бы не стала такой художницей. В возрасте 6 лет Фриде поставили диагноз полимелит. Из-за этого заболевания она очень сильно хромала. И одна нога была на порядок тоньше, чем другая. В детстве ее часто дразнили дети. Называя ее Фрида деревянная нога. Но в связи с этим ее отец разработал для нее комплекс упражнений. Которое по тем временам было буквально недопустимо для девочки из уважаемой семьи. Она занималась мужскими видами спорта. Она каталась на роликах. Ездила на велосипеде. Занималась борьбой и греблей. Но именно с этим связан тот факт, что она стала по жизни очень эксцентричной и активной. Одной из главных трагедий ее жизни стала авария, которую она перенесла в 1925 году. Когда машина, на которую она ехала вместе со своим школьным другом, врезалась в трамвай. Травмы были очень тяжелые. Ее буквально собирали по частям. И врачи не были уверены в том, что девочка выживет. Но они не знали, насколько сильна ее страсть к жизни. И после года восстановления, когда ей пришлось лежать в кровати, она начала рисовать. На моем столе представлены книги, которые расположены в архивах нашей библиотеки, в фондах нашей библиотеки. Здесь как раз я могу посмотреть множество портретов. Дело в том, что Фрейда увлекалась психоанализом и была буквально первой женщиной в Мексике, которая подвергалась психоанализу. Фрейда, возможно, именно с этим связан ее интерес в этой сфере. Фрейда рисовала исключительно автопортреты, оправдывая это тем, что она пишет только то, что хочет узнать и узнать в себе. К концу жизни ее предпочтение изменилось, но тем не менее, возможно, с этим связано ее увлечение психоанализом. Ее картина – отражение самой себя. Всю жизнь она рисовала, любила, веселилась, переживала, превозмогая сильнейшую боль. Несмотря ни на что, у нее было очень большое желание жить и видеть красоту. Художница была дружна с Пабло Пикассо. В 22 года она поступила в престижную мексиканскую школу. Это было связано с тем, что в Мексике в тот момент произошла реформа образования, и девочки смогли начать обучение также наряду с мальчиками. Конкурс был очень большой, и можно, наверное, только поразиться ее целеустремленности в плане того, что она действительно поступила. В 1929 году Фрита Кало вышла замуж за известного в то время мексиканского художника Диего Ривьера. Ему было 43 года, а ей 22. Совместно с мужем у них были разнообразные проекты, Диего Ривьера известен росписями, он по праву может называться монументальным художником. У них есть совместные росписи, в которых участвовала и она, и он. Можно сказать, что это был своеобразный творческий тандем. Субтитры создавал DimaTorzok Фрита Кало стала первой женщиной, которая носила мужские брюки в Мексике. Кроме того, она попала на обложку мексиканского Vogue. Она была очень экстравертная натура, часто сквернословила, рассказывала непристойные истории, и рассказывала по вечеринкам, сама их устраивала. Была такой веселушка. КОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Мексике. Найдем dio наших west Nieка. Їляpexabytes. Если вы обратили внимание, фон пластинки это грунт вместе с краской. Чтобы добиться этого эффекта нужно взять большую кисть и с разных сторон наносить разные цвета. От красного к желтому я взяла две кисти и начала двигаться к центру для того, чтобы у нас получился момент смешения. Если вы сомневаетесь в своих силах по поводу того, что вы сможете ли вы осилить портрет, я предлагаю вам маленький упрощенный вариант. Правда художники так не всегда поступают, но тем не менее. Вы можете распечатать фотографию и перевести ее изображение при помощи подручных средств, например карандаша, на любую поверхность, которую вы потом будете использовать для закрашивания. Несмотря на особую популярность Фриби, выставок картин в Мексике не проходило. На свою последнюю и, к сожалению, не единственную прижизненную выставку она приехала в кровати, потому что доктор запретил ей вставать. Мне кажется, что в принципе она не стеснялась абсолютно ничего. Это яркий пример человека без комплексов. Мне кажется, именно такой должна быть настоящая творческая натура. Для того, чтобы написать лицо, я взяла цвет охры. В прошлых своих мастер-классах я уже говорила, что охра похожа по цвету на мокрый песок. И на основе этого цвета я уже смешиваю другие, близкие, допустим, для того, чтобы прописать цветы на лице, либо тени. И на основе этого цвета я уже использую. Я уже говорила, что акрил прекрасно перекрывается, поэтому... Я уже говорила, что акрил прекрасно перекрывается, поэтому... Если у вас что-то не получилось с первого раза, то вы всегда можете это повторить. Повторить. Продолжение следует... Во-первых. Повторить. Но это же... Да. Во-вторых. Чтобы показать больший объем, я еще больше высветляю те места, которые больше подставляются Это солнышко, это лоб, нос и места под глазами, то есть наши щеки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы показать особый мексиканский колорит, которым так гордилась Редакало, я добавляю в тени горячие оттенки Если вы когда-нибудь присматривались, то возможно замечали, что тени у нас всегда холодного оттенка Здесь же я делаю немножечко наоборот, для того чтобы показать особую этническую принадлежность Вообще Редакало очень любила мексиканскую культуру, гордилась тем, что она живет именно в Мексике В ее повседневном гардеробе всегда были костюмы в этническом стиле Субтитры сделал DimaTorzok Если вы посмотрите на фотографии или портретов Редакало, вы можете заметить, что у нее часто на голове были разнообразные цветы В сегодняшней нашей композиции я решила тоже включить цветочную композицию на голове С одной стороны для того, чтобы показать яркость С другой стороны, чтобы выделить из фона наш портрет Чтобы показать объем и уход в перспективу, передние лепесточки я показываю более легкие, но потом Дальнее я делаю более легкие Дальнее я делаю более легкие Я специально оставляю некоторые моменты фона, не закрашиваю его Я специально оставляю некоторые моменты фона, не закрашиваю его Это для того, чтобы видно было, что мы рисуем на нашей пластинке Для большого контраста я хочу один из цветков, который у нас стоит на переднем плане, сделать белым В поддержку этому белому цветку немного дальше я хочу сделать небольшой желтый цветок Но так как у нас фон в этом месте будет желтым, поэтому я сделаю оттенок несколько светлее Для того, чтобы он у нас максимально выделялся Если вы обратили внимание, то рисовать я начала сбоку нашей пластинки И у нас остается еще довольно много пространства с другой стороны Это пространство мы займем попугайчиком И чтобы подчеркнуть национально-этнические мотивы, я расположу там также еще и лифточки Чтобы показать особый колорит-этнику, на шее у Фриды у меня будет располагаться некая кольня Если вы посмотрите фотографии, которых за всю жизнь было довольно много, потому что я отец был фотографом То заметите, что у нее были очень массивные украшения в ледническом стиле Добавить ему еще несколько лепестков И я думаю, что будет уместно пустить какие-нибудь маленькие цветочки, просто круглые Разного цвета В ботанику лезть не будем Я не знаю, что это за цветочки Это просто красиво выглядит Я думаю, что как раз уместно уже начать ушки рисовать Потом мы их немного скроем в прическах Подчеркивая черным Это также массивность украшений, которые у нас будут изображены впоследствии Волосы Фриды я начала уже скрашивать черным Чтобы показать разницу Дополнительный объем нашей прически Я покажу более светлым оттенком И смешала его через серу Опять же оставляю небольшой зазор Не закрашиваю фон Для того, чтобы показать фактуру нашей пластинки Думаю, что будет вполне уместно рисовать Некое подобие орнамента Так как это подчеркнет Большое отношение к этническому стилю Я думаю, что будет вполне уместно подчеркнуть Как раз этим же цветом Нижнюю границу века Нижнюю границу 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодняшний наш мастер-класс подошел к концу, а я желаю вам, чтобы вы, так же как Фрина Кало, вдохновляясь ее творчеством, не теряли смысла жизни и всегда видели красоту. До свидания.